Неудача Илья Сергеевич Пеплов и жена его, Клеопатра Петровна, стояли у двери и шатно подслушивали. За дверью в маленькой зале происходило, по-видимому, объяснение в любви. Объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин. «Колеет!» — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. «Смотришь, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же сливать со стены образ и идем благословлять. Накроем благословение образом свято и нерушибо. Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает». А за дверью происходил такой разговор. «Оставьте ваш характер», — говорил Щупкин, зажигая спичку о своей клетчатой брюке. «Вовсе я не писал вам писем». «Ну да, будто я не знаю вашего почерка», — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. «Я сразу узнала. А какие вы странные. Учитель чистописания, а почерк как у курицы. Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?» «Хм, это ничего не значит. В чистописании главное не почерк. Главное, чтобы ученики не забывались. Кого линейкой по голове удалишь, кого на колени. Да что почерк? Пустое дело. Некрасов писатель был. От совести глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. «То Некрасов, а то вы. Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал. Стихи и я могу написать вам, ежели желаете». «О чем же вы писать можете?» «О любви, о чувствах, о ваших глазах. Прочтете, очумеете, слеза прошибет. А ежели я вам напишу поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать. «Великоважность! Да хоть сейчас целуйте!» Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом, ручке. «Снимай образ!» – поторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея от волнения и застегиваясь. «Идем! Ну!» И немедленней секунды Пеплов распахнул дверь. «Дети!» – забармодал он, воздевая руки и слезливо бегая глазами. «Господь вас благословит, дети мои! Живите! Плодитесь! Размножайтесь!» «И я благословляю!» – проговорила мамаша, плача от счастья. «Будьте счастливы, дорогие! О! Вы отнимаете у меня единственное сокровище!» – обратилась она к Щупкину. «Любите же мою дочь и жените ее!» Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова. «Попался! Окрутили!» – подумал он, млея от ужаса. «Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!» И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать. «Берите! Я побежден!» «Бла! Благословляю!» – продолжал папаша и тоже заплакал. «Наташенька! Дочь моя! Остановись рядом! Петровна, давай образ!» Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева. «Тумба!» – сердино сказал он жене. «Голова твоя глупая! Конечно, это образ!» «Ах, батюшки светы!» Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен. Мамаша в попыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Ложечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна с портретом в руках стояли с конфужиной, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал. Антон Павлович Чехов «Неудача!» – читал Джохангир Абдулаев. 23 июня 2022 год.